Ассаляму алейкум, арахматуллахи, амбаракату, и с вами Малик. Сейчас наше время, такой период, когда в разных СМИ, в том числе и арабских, мы слышим много чего о коронавирусе. И, конечно же, этот коронавирус повлиял и на арабский язык. Поэтому буду вас знакомить с некоторыми словами, с лексикой по этой теме. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте здоровы! Итак, коронавирус. Как же это слово будет на арабском? Вы, наверное, подумаете, это очень сложно. Как же оно будет звучать? Наверное, очень сложное слово, и вам будет очень трудно его произнести. На самом деле, коронавирус на арабском языке звучит как фирус уруна. Очень просто. Как мы знаем, в арабском языке буквы В нету, поэтому часто те слова, которые как интернационально используются на разных языках, или взяты, например, с английского языка, они вместо буквы В используют букву Ф. Поэтому здесь будет фирус уруна. И так всё очень просто. Перейдём дальше. Посмотрим, что у нас такое коронавирус. Как мы знаем, когда только начался распространяться этот вирус, он был в статусе эпидемии, да? То есть в каком-то небольшом пространстве был очень распространён этот вирус, и это называлось эпидемией. И как же это на арабском языке? Это уэбэ, уэбэ, это эпидемия. Поэтому, иншаллах, вы запомните это слово, но я надеюсь, что в скором времени мы не так часто будем его слышать, да? Потому что хочется, чтобы все были здоровы. Иншаллах, все будут в здравии, бейтмилля. Итак, после какого-то периода этот вирус получил статуса пандемия. Пандемия, то есть он не локализировался в каком-то одном месте, а его действие перешло на более широкие территории. Как мы знаем, по всему миру сейчас во многих странах, ну, аль-хамдулилля, на данный период уже не в таких масштабах, но тем не менее, ещё есть очень много заражённых этим вирусом. То есть он получил уже статус пандемии. Итак, пандемия на арабском языке, джа-иха, джа-иха, это пандемия. Конечно, у многих болезней есть симптомы, и у этой болезни также есть симптомы. Про эти симптомы мы более подробно ещё будем говорить в дальнейших видео. Но сегодня хотела вас познакомить с тем, как на арабском будет именно слово «симптом» или «симптомы». Итак, симптом на арабском – «аролун». Итак, это в единственном числе. Но, как правило, болезни имеют не один симптом, а несколько, поэтому мы возьмём с вами и множественное число этого слова. То есть симптомы. Симптомы на арабском будет «аролун». То есть симптомы. И какие же эти симптомы мы с вами будем говорить в последующих видео. И, как мы знаем, многие до сих пор находятся в такой изоляции, то, что мы называем карантин. В арабских СМИ мы можем услышать такое слово, как хаджер. Хаджер или хаджерун сахи. Пока есть одно слово, а это хаджер. То есть карантин. Это слово используется как карантин в данном контексте. Итак, ещё раз хочу повторить эти слова, и чтобы вы их выучили. ФИРУС КУРУНА ФИРУС КУРУНА ВАБАК ВАБАК ЖАИХА АРАБ 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 Хаджер Хаджер Итак, благодарю вас, что были со мной. Подписывайтесь. И до новых встреч, иншаллах. АРАБ 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 АРАБ